Есть Северная Корея и есть Южная Корея. Вы наверняка слышали, что отношения между ними не очень-то гладкие. Но что же получится, если они все-таки объединятся в одну страну? Вы ведь согласны, едва ли можно найти две столь непохожие друг на друга страны? Привет, дорогие Хочузнайки! С вами, как всегда, канал Хочузнать. Десятки лет прошли с раздела Кореи на два государства – КНДР и РК. Родственники и близкие, оказавшиеся по разные стороны границ, уже не так горюют, привыкли. Многие уже умерли за минувшие годы. Идеология чучхе и ядерное устремление молодого Ким Чен Ына отпугивает южных корейцев от северных. Отпугивает и пропаганда, рисующая КНДР как страну голодного коммунизма, что часто оказывается обыкновенной выдумкой журналистов. В итоге демилитаризованная зона между двумя странами воспринимается южанами как ужасная граница отделяющая от них страшную северную страну с непонятными людьми. Впрочем, у народа одно настроение, у политиков – другое. Оба правительства постоянно твердят о воссоединении некогда единой страны. На юге в качестве примера приводят воссоединенную при советском генсеке Горбачеве Германию. Там как раз недавно отметили дату падения Берлинской стены, являвшейся самым настоящим символом разделения немецкого народа. И тем не менее объединение двух стран обошлось бы в громадную сумму, сопоставимую с потраченной когда-то немцами. И надо полагать, раскошелиться пришлось бы южанам, ведь у северян денег-то нет. И доказывается это обычными цифрами. Для начала население Северной Кореи в два раза меньше Южной – 25 миллионов человек и 50 миллионов соответственно. Экономика ЖКНДР в целых 54 раза слабее экономики Южной Кореи. Для сравнения, в рейтинге экономик мира южане занимают 12-е место, в то время как северяне – 115-е. Но подождите, Северная Корея может предложить куда больше, чем кажется на первый взгляд. Север богат такими природными ресурсами, как уголь, уран, различные металлы, а также в КНДР имеется большое количество неквалифицированной рабочей силы. Южная Корея в свою очередь имеет сильную экономику, высокоразвитые технологии и высококвалифицированных специалистов. И если эти преимущества объединить одной границей, получится богатая страна с сильной развивающейся экономикой. Еще в 2009 году вышла статья, в которой говорится, что по мнению Goldman Sachs, один из крупнейших в мире инвестиционных банков, экономика Объединенной Кореи могла бы стать седьмой в мире к 2050 году, обогнав Россию, Канаду, Бразилию и Италию. Объединенная Корея может стать необычайно мощным государством, но путь к этой цели будет длинным и тернистым. И вот почему. Давайте сравним теоретическое воссоединение Кореи в наши дни с воссоединением Германии в 1990-м. Как и Корея, Германия десятилетиями была разбита на две части. Одна поддерживала капиталистический строй, другая – коммунизм. Но в конце концов государство воссоединилось. Вот аспекты, способствовавшие восстановлению Германии, которые, увы, не сработают для Кореи. Во-первых, в отличие от Кореи, в Германии не было идеологической гражданской войны, унесшей жизни миллионов. Во-вторых, географический фактор. В центре Восточной Германии находился анклав. Часть территории государства, полностью окруженная территорией другого государства. Западный Берлин, имевший доступ к информации СМИ, ФРГ, ГДР и всего мира. В Северной Корее совершенно иная ситуация. Никаких анклавов. По обе стороны – океан. Самая закрытая страна с миллионами военных и противопехотных мин. Делит границы только с союзниками-коммунистами, Китаем и Советским Союзом. Получать информацию Северной Кореи куда сложнее, чем было в Восточной Германии. Большинство северных корейцев даже представления не имеют, насколько лучше живется южным корейцам. Восточная Германия же знала, что в Западной Германии дела обстоят куда лучше. Более того, пропасть между экономиками двух Корей в разы больше, чем разрыв в экономике ГДР и ФРГ. В 1990-х доход Западной Германии был в три раза больше дохода Восточной Германии. Доход Южной Кореи на сегодняшний день превышает доход КНДР в 22 раза. В случае объединения Кореи поток необразованных и низкоквалифицированных северян хлынет на юг, а югу придется вкладываться в застройку и развитие севера. Подведение севера к уровню Южной Кореи за 10 лет обойдется налогоплательщикам юга в 1 триллион долларов и, вероятнее всего, приведет к снижению роста экономики. Отчасти из-за этого далеко не все за воссоединение. Опрос показал, что только 56% южнокорейцев поддерживают объединение государств. Среди лиц моложе 30 лет и вовсе лишь 28% за. Еще неизвестно, что по этому поводу думают северяне. Около 30 тысяч беженцев из КНДР обосновались в Южной Корее, и им всем тяжело приспособиться к новой жизни. Северная Корея – монархическое государство, им правит династия Ким. Жизнь народа от нужд людей до их занятий находится под жестким контролем. В Южной Корее же – либерально-демократический режим. Граждане здесь обладают полной свободой действий. Мужчины КНДР обязаны отслужить 10 лет в армии, после чего прилагают много сил, чтобы найти работу. Неудивительно, что, попадая в совершенно иную среду, беженцы испытывают диссонанс и с трудом адаптируются. И то же самое произойдет при воссоединении. Но, возможно, куда больше проблем воссоединение принесет геополитике. Что же произойдет с Северной Кореей и династией Ким? Несмотря на площадь страны, армия КНДР – одна из самых больших в мире. Более 7,7 миллионов граждан прошли военную подготовку. Практически каждый третий. Вооружение государства насчитывает 1300 самолетов, 300 вертолетов, 4300 танков, 70 подводных лодок. Но гордостью КНДР остается 60 единиц ядерного оружия, засекреченное число баллистических ракет малой дальности и примерно 5000 тонн химического оружия. Если Корея объединится под общественным строем Юга, о судьбе смертоносного северного вооружения остается только гадать. Возможно, ядерное и химическое оружие будет продано, а разработчики ядерного оружия могут переквалифицироваться и найти новую работу. Воссоединение может пройти гладко, как по маслу, или же обратиться настоящей катастрофой. Объединение Кореи под южным строем происходило бы спокойно и постепенно. КНДР влилась бы в состав Южной Кореи и адаптировалась бы к ней. И началось бы все с диалога двух политических систем. Главное, чтобы отношения не развились по сценарию Китая и Гонконга. Далее началось бы развитие экономики севера. Ким какое-то время побыл бы у власти региона. Постепенно север ассимилировался бы к югу. Через пару-тройку десятилетий Корея стала бы единой. А вот второй сценарий куда менее позитивный. Теоретически, за день-другой КНДР могла бы прекратить свое существование, подобно восточной Германии. Такой стремительный крах государства привел бы к целому ряду кризисов. Резкое объединение Кореи нарушит баланс сил в азиатском регионе. Воссоединение Германии точно так же нарушило баланс Европы. Для Китая это может стать настоящей проблемой. Поток необразованных и неквалифицированных северокорейцев может хлынуть на юг, а может на север, в Маньчжурию, что ударит по китайской экономике. И более того, со временем объединенная Корея может посчитать миллионы корейцев, перебравшихся в Китай, предателям нации. Другим же тревожным фактором для Китая станет активное сотрудничество сильной и вооруженной Кореи с не менее сильными Соединенными Штатами. Уже сейчас Южная Корея, Япония, Тайвань и Филиппины – потенциальные союзники Америки. И все они довольно близки к Китаю и могут помешать росту его экономики. Китай это понимает, и государству выгодно, что Северная Корея отгораживает его от американских союзников. Так что, если КНДР исчезнет, южнокорейские солдаты или, что еще хуже, американские военные смогут разбить базы возле китайской границы. Коммунистическая партия Китая этого не приемлет. Быстрое объединение Кореи приблизит Штаты к азиатскому региону. Китай постарается это предотвратить всеми силами. Однажды это сближение едва уже не случилось. Во время Корейской войны Китай мог просто присоединить к себе КНДР, только чтобы этой территории не досталась США. Объединенной Корее придется маневрировать на тонкой грани между Китаем и США и сохранять какой-то нейтралитет, чтобы иметь шанс на существование. Слишком теплые отношения с Западом могут насторожить Китай, ведь потенциальный союзник США – потенциальный враг Поднебесной. По той же причине чрезмерное сотрудничество с Китаем напряжет США и Японию. Интересно, какой город станет столицей объединенной страны – Сеул или Пхеньян? С одной стороны, Сеул готов стать столицей, ведь это крупный современный город. А Пхеньян – столица закрытой страны, не приспособленная к приему большого количества гостей. С другой же стороны, Сеул – очень перенаселенный город, один из крупнейших в мире. Надо будет ограничить его рост, в то же время подтягивать экономику северных регионов. Спонсирование развития севера на начальном этапе воссоединения Кореи сполна окупится и скажется на гражданах лучшим образом. К 2050 году Корея впервые в истории могла бы стать великой державой с как минимум седьмой по величине в мире экономикой. Некоторые эксперты и вовсе полагают, что объединенная Корея могла бы обойти Японию и занять третье место по величине экономики, уступая лишь Китаю и Штатам. Помимо этого, Корея отличалась бы большим населением – около 80 миллионов человек. Передовыми технологиями, самой большой в мире армией, возможно, десятками единиц ядерного оружия и стратегически важным географическим расположением на пересечении важнейших во всем мире торговых сообщений между странами, чья экономика сегодня занимает первые и вторые места. Объединенная Корея могла бы стать великой державой, но путь к этой цели будет длинным и тернистым. Напишите в комментариях, как вы думаете, возможно ли, что когда-нибудь такое произойдет. Пока-пока! На этом все. Подписывайтесь на канал «Хочу знать» и смотрите другие наши видео.